А вы сколько пробежали по времени? По времени минут 15, наверное. У вас легкость не появилась еще, да? Ну, как есть, у меня тяжесть в ногах. Нормально, то есть нормально. Где-то через 22 минуты бега у вас появится легкость. Это вы, как бы, защитный слой свой очистили в это время. Надо дойти степень убегать. Дойти. Ну, сейчас у вас не получится пока бегать сколько можете. Когда придет 22 минуты, вы почувствуете легкость, и у вас начнет сразу все восстанавливаться. Потому что, если вы пробегаете не полностью вот этот вот цилиндр, ну, то есть защитный слой, не полностью пробегаете, то эффект бега будет внешне чувствоваться неприятно. Ну, то есть лучше всего, конечно, бегать, допустим, 2 километра и чувствовать легкость. Потом резко переключаться на 5,5. Но если вы не можете, то вот эти промежутки, у вас не будет ощущения, что вы добежали до нужного момента. Потому что добегание до нужного момента означает, что вы заканчиваете бежать с легкостью. У вас внутри легкости. Это будут примерно такие промежутки. 2 километра или чуть больше, чуть меньше. 5 километров с половиной, чуть больше, чуть меньше. 9 километров, чуть больше, чуть меньше. Ну, то есть вот такие вот, вот эти вот моменты, это, когда человек добегает до легкости, он будет хорошо переносить потом дальше, восстановление организма будет восстанавливаться хорошо. Но вы только начали бегать. Поэтому в любой тяжести у вас еще и болеть. Вот вчера женщина ко мне подошла, говорит, Олег Геннадьевич, я бегаю, у меня суставы, понимаете, мелкие суставы заболели, вот. И она такая боится, говорит, я боюсь. Я же на лекции рассказывал, что они заболели, так как заболели, так и пройдут. Вы поняли, пока не заболели. Когда заболят, вы испугаетесь. Но вспомните мои слова. Спасибо.